Здравствуйте! Это программа «Сочи Тайм» Ваш эксперт в мире услуг, покупок и развлечений Это время, которое вы проведете с удовольствием В современном мире слишком много причин, чтобы уставать и нервничать В связи с этим появляются вредные привычки Многие люди заедают стресс Большим спросом пользуются велос-отели Это некие островки спокойствия и детокса Именно там можно перезагрузиться, реально дать своему организму отдохнуть А еще похудеть без диет, нагрузок физических и без голодовок В уникальной локации, у подножья горы Ахун В окружении зелени национального парка находится центр «Спатиум» Именно здесь гости окружают себя природой, восстанавливают жизненные силы и расслабляются Само местоположение уникально тем, что мы находимся прямо в лоне национального парка На высоте, где роза ветров создает уникальный воздух, лечебный, горно-морской И наши гости здесь с самого первого дня начинают расслабляться, да, и оздоравливаться У нас клубный отель, у нас немного номеров, но у нас очень хорошая медицинская wellness-база Есть много разных оздоровительных программ Для коррекции фигуры мы используем ручные и аппаратные массажи Которые великолепно дополняют подводный душ-массаж В сочетании с детокс-обертыванием с эфирными маслами Гипсовое, бандажное обертывание Для восстановления нервной системы у нас эффективно используется Флоатинг, кабина Райха, минеральная терапия Таласа Магнезиум Хвойные ванны с клеточным соком пихты А также индивидуальные групповые сеансы с психологом Какие спа-процедуры существуют в центре спа-тиму? Это пилинги, разная подготовка тела к массажу Ко всем процедурам, которые и физио, и косметология Наше тело – это самый большой орган, который требует особого внимания и ухода Есть потрясающий пилинг флюид И чем он потрясающий? Это самая нежнейшая текстура Он флюид, он мягко ложится на кожу Очень нежный, приятный Подходит под все виды кожи И мужчины любят, и женщины любят очень После этого пилинга кожа новая, свежая, дышащая У нас очень красивые номера И категория у нас от Junior Suite до стандартов Есть номера в основном корпусе Есть номера в корпусе террасы Прямо с выходом на террасу И с видом на лес и на море Номера наполнены очень красивой, эксклюзивной мебелью Из натуральных пород дерева Натуральные ткани Весь текстиль предусмотрен, чтобы было очень комфортно, тактильно Для гостей нашего отеля у нас есть сбалансированное, разработанное меню Их два варианта Это вариант Light и вариант Balance Light у нас рассчитан на 1200 калорий А баланс на 2000 калорий Ну, то есть, гости, получается, у них полноценный завтрак, обед, ужин Смузи у них есть на полдник Рассчитано так, чтобы, допустим, гость максимально наелся Но и не было никакого-то чувства переедания Скоро у нас появится, значит, меню новая а-ля карт Которое я буду презентовать 6 числа У нас будет гастрономический ужин Который мы назвали гастромедитация Да, и там я как раз буду презентовать новое меню Меню будет небольшое, но оно будет интересное Максимально все уклон на локальные продукты На продукты нашего региона и нашего края У нас очень уютная терраса Да, гости могут наслаждаться плаванием Бассейн у нас круглый год теплый, комфортный Можно ходить в хамам, можно купаться в джакузи Можно уединенно читать книги Это очень большая ценность, когда человек действительно успокаивается Когда у него проходит тревожность, когда проходит стресс Да, это эффект, максимальный эффект оздоровления И когда он получает максимум заботы, поддержки, внимания Он проходит разные процедуры В заботливых руках наших специалистов Когда он наслаждается прекрасной кухней Свежим, вкусным воздухом Красивой волшебной обстановкой вокруг И это действительно настоящий отдых Юлия Паршута, Валя Карнавал Крем-сода, звери и многие другие звезды Выступили перед жителями и гостями Сочи На музыкальном фестивале ВК-фест Который прошел на курорте уже в третий раз На территории в 100 тысяч квадратных метров Происходили различные активности И чтобы побывать в этих зонах Нужно было изрядно побегать Но это того стоило Несмотря на погодные условия То ветер, то сильный дождь То тысячградусная жара В Олимпийском парке сегодня многолюдно Тысячи людей пришли на ВК-фест Чтобы насладиться качественной музыкой Уникальной атмосферой И актив-зонами Это один из таких крайних, прям громких концертов Сейчас был Я вышла Увидела эту гигантскую толпу И знаете, часть нас 12 Обычно я когда выступаю Я вот взглядом прям людям в глаза смотрю И где-то нахожу одного человечка Который стоит такой Ну да, давай, ой, что-то в своей песенке А тут была такая гигантская толпа Я вот смотрела Куда могла увидеть И у всех были такие гадающие, радостные Глаза Отличные эмоции Прекрасное настроение Классная, артистная Классная эмоция Классная эмоция Просто с отрасла Много эмоций Всего прямо зажигательное Атмосфера просто супер И вот такой Очень счастливый Себе чувствую в этот момент Потому что как хорошо Что у нас это в России Ребят, я в первый раз попал на этот фестиваль Так как я сам блогер И хотел узнать, что же я здесь могу подчеркнуть Вау 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 И, короче, не ожидал Приятное ощущение Здесь можно круто оторваться Я столько увидел Много счастливых лиц Вкусная еда Парит чудеса Она может поднять настроение Согреть в холодное время года Доставить удовольствие Разве кто-нибудь откажется от этого? В ресторане фан-азиатской кухни Уткали Знают, как приготовить кулинарные шедевры Которые точно понравятся Даже самому требовательному гурману Для сочи пан-азиатская еда Это достаточно такой смелый шаг, я считаю Потому что люди сюда приезжают Они готовы к кавказской кухне Но никак не китайской, не китайской Как вы решили, что нужно нашему городу такая кухня? На самом деле мы открывали больше не для гостей города А для жителей города Поэтому пан-азиатских ресторанов у нас не так много А китайских вообще практически нет И там, где можно поесть утку по пекински Это минимальный кит-ресторан, который можно перешать по пальцам И мы сделали здесь доступную еду с сервисом премиум-класса Когда открывали утку ли ресторан Как продумывали дизайн, концепцию ресторана? Что, может быть, что-то вот сразу пришло в голову? А что-то долго думали? Что это нужно, а может быть не нужно? Как вообще все происходило? Что происходило, достаточно все легко, нативно И здесь работала, на самом деле, огромная команда Мы делали отдельный бренд-бук для этого ресторана Мы очень долго согласовывали нейминг этого ресторана Мы очень долго потом все это патентовали Потому что мы в дальнейшем хотим масштабироваться Открылась в других городах В Сочи, возможно, Красная Поляна Почему пришла все-таки мысль по-аназиатскому еду открыть? Здесь раньше был один большой ресторан И до его открытия мы очень долго думали, что открыть Ведь у нас, у меня есть два инвестора Которому, одному, нравится кавказская кухня Второму, нравится паназиатская кухня И недолго думая, мы разделили это помещение Открыли два абсолютно разных ресторана А это наш ресторан кавказской кухни Джан Ишвили Он у нас с детской комнаты С комнатой матери и ребенка Огромным панорамным видом Очень замечательный вид, я считаю Люблю здесь залипать возле окошечка Смотрите, что там происходит Я думаю, что вот этот вот стол Самый постоянный, да Самый постоянный, на самом деле Сейчас мы разыграем для наших гостей в Джанашвили Поездку Ереван на двоих гостей Итоги мы подведем в июле Помимо утки, что, какая подача у вас? Что предлагают гостям по меню? Ну, в ресторане, в меню есть у нас Почему мы паназианские? Потому что мы решили объединить все эти текстуры Все эти вкусы в одно Потому что сделать просто китайский Но мы побоялись, что, может быть, не всем это понравится Поэтому мы сделали здесь и Вьетнам, и Таиланд, и Корею, и Японию И Китай, соответственно То есть сразу такое комбо получается? Это получился комбо, да Потому что китайская кухня достаточно специфичная Там используются абсолютно простые продукты И продукты, которые у нас есть, мы используем только с фермеру С нашего Краснодарского края В основном, из-за исключения специй и соусов, мы их все везем с Китая Китайская кухня, она, с одной стороны, сложная С другой стороны, она простая Но каждое блюдо, которое мы готовим здесь Оно занимает какое-то определенное количество времени Если мы говорим про утку по-пекински То начало от приготовления и до подачи на стол гостя Это занимает около 5-6 дней То есть утка так готовится? Лутка так готовится Сначала она целые сутки вымачивается в китайских специях с рисовым уксусом После этого мы ее отправляем в хранилище, как в холодильник При температуре 8 градусов с вентиляторами Где он ее обдувает с всех сторон И в течение 5 дней жир стекает между кожей и мясом Чтобы его там вообще абсолютно не было Только после этого мы начинаем ее готовить для гостя Китайская идея Все-таки самое главное блюдо – это пекинская утка Каждый, мне кажется, должен ее попробовать И вот я сейчас это сделаю Нужна лепешка вот такая вот, очень тонкая Кладется она на ладонь Берутся палочки Ну, вообще, некоторые люди делают это ложкой Я буду делать палочками Есть такой специальный соус Он похож чем-то на ореховый Возможно, он и есть ореховый Потом Немного огурчиков Лук Ну и, естественно, утка Немного сверху соуса Заворачиваем И пробуем Ну, как будто в Китае В самом настоящем Китае Китайская еда – это на самом деле очень быстрая еда Так как китайцы, они вообще на Востоке люди любят быстро, вкусно Потому что время – это деньги Так что они максимально стараются принять ту еду, которая готовится быстро То есть у них все практически жарится на большом огне с такой скоростью В данный момент до 1 сентября мы разыгрываем полмиллиона рублей для наших гостей Участвуют в гости с чеком более 5000 рублей 7 сентября мы будем подводить итоги И кто-то станет счастливым обладателем этих денег Мы не продаем еду, мы продаем эмоции У нас здесь происходит мероприятие Атмосфера У нас здесь происходит наша вечеринка, которую мы сами выпускаем Диджея, привозные гости, иммерсивное шоу «Гейдж», вокалисты Все сюжеты программы «Сочетай» можно посмотреть на страницах в наших социальных сетях И в ютубе на канале «Сочи-24» Буду рада обратной связи До встречи